Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. В Самаре продолжают готовиться к зиме. В этом году в порядок приведут больше 7 километров теплотрасс. Это 15 участков на трех работы уже завершили. Большая часть закончит к концу лета, ну а финальными и самым масштабными станут три объекта в районе Старозагора физкультурной. Их обещали доделать до середины сентября. Успеют ли, выясняла Мария Левина. Участок Старозагора Ташкентская именно тот, где зимой этого года произошла коммунальная авария, в результате которой пострадали десятки домов. Чтобы этого больше не повторилось, сейчас здесь ведутся поистине грандиозные работы. В планах заменить почти 2000 метров теплотрассы. Закончить работы планируют примерно к середине сентября. Ольга Голубева проживает в 15 микрорайоне уже много лет. Говорит, раньше периодически были перебои с горячей водой и теплом. Из-за аварий на тепломагистрале. Поэтому к сегодняшнему ремонту и она, и соседи относятся с пониманием. Это нужно обязательно, конечно. Это же для нас делают, не для кого-то. Полезные, постоянно прорываются, а сейчас может надолго хватит. А хватит надолго, обещает подрядчик. Во-первых, потому что трубы новые. Во-вторых, сделаны они из пенополиуретана, который обеспечивает им дополнительную прочность. Срок службы таких магистралей порядка трех десятилетий. Диаметр новых труб больше на 200 миллиметров, что обеспечит больший объем подачи в дома горячей воды и тепла. Еще одна новинка – система обнаружения протечек, которой оборудованы теплотрассы. Остаются терминалы в камерах. И, соответственно, если где-то в трубопроводе происходит протечка, они смогут определить, где именно находится. И копать, и ремонтироваться именно там, где произошла авария. Участок на улице Ташкентской – один из трех самых больших по площади и по выделенному финансированию. На замену труб здесь направлено больше половины от всего бюджета теплосетей. Следом за ним – магистраль на Алма-Атинской и физкультурной. Здесь ремонт закончат до 15 сентября. Всего же в Самаре в этом году запланировано привести в порядок свыше 7 километров тепломагистралей на 15 участках. На трех из них работы завершены полностью – на Краснодонской, Ярмарочной и Фрунзе. Оставшиеся 9 теплотрасс закончат до конца лета. Вот мы работаем для того, чтобы не было повреждений, чтобы не было форс-мажора. Вот на это нацелено все. И это задача, которую ставит губернатор. Сегодня сделано больше 80% подготовительных к зиме работ на тепломагистралях. Работы выполняются по графику. Тепло в дома жителей придет вовремя. Мария Левина, Николай Сидоров. События. От фасада до фасада в Самаре продолжается капитальный ремонт улицы Старозагора. На участке от Советской армии до Нового вокзальной. Меняет бордюры, устанавливает ограждения и дорожные знаки. Масштаб перемен оценила Мэрия Илчан. Готова на 30%. Улицу Старозагора приводят в порядок. Но это необычный ремонт. Здесь впервые применяют новый подход. Так называемый трехлетний контракт жизненного цикла предусматривает, что подрядчик после того, как все работы завершат, будет отвечать и за содержание дороги. И это, говорят эксперты, напрямую отражается на качестве ремонта. Что позволяет выполнить работы качественно, чтобы у подрядной организации был стимул не только хорошо отремонтировать ее, но и в дальнейшем качественно содержать, не повреждая при зимнем, в том числе, содержании, ранее отремонтированные элементы благоустройства. Всего на обновление улицы и трехгодичное содержание направили 300 миллионов рублей. Рабочие уже завершили фрезерование проезжей части на площади 30 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по ремонту инженерных коммуникаций и устройству придорожных плит. Проектом также предусмотрена установка светофоров, дорожных знаков и пешеходных ограждений. Не забудут рабочие и про нанесение разметки. Жители Самары преображению улиц и Старозагора рады. Положительные отношения, давно пора этим заняться. Я надеюсь, что возле остановки тоже все-таки сделают так, как надо. В общем, я только за. Ну, становится намного удобнее ходить с коляской, красивее все преображается Старозагора. Очень приятно, что делают, что заботятся. Комплексный ремонт улицы Старозагора ведется благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на участке от Советской армии до Нововокзальной планируют завершить к началу сентября. В следующем году по тому же принципу отремонтируют уже другую часть Старозагоры – от Нововокзальной до Ташкентской. Мэри Елчан, Василий Кладошов, События. Самарские школы – готовность номер один перед новым учебным годом. Остались считанные дни, и для педагогического состава они очень насыщенные. Городские власти, общественники, депутаты частно проверяют, насколько школы комфортны и безопасны для учеников. В этом деле мелочей не бывает. К инспекции присоединился и Семен Безгинов. Новыми красками заиграла Самарская школа номер 46. Как и другие образовательные учреждения города, она уже скоро будет готова принять детей. В школу с проверкой приехали глава городского департамента образования Елена Чернега, общественники и уполномоченные по правам ребенка. Два года назад здесь начал обрушаться потолок. Детей распределили по другим школам. Теперь это в прошлом. 46-ю капитально отремонтировали. Нам хотелось вместе с родителями, чтобы школа была яркая, радостная, светлая, чтобы дети хотели здесь учиться. Новый пищеблок, спортзал, охранные системы, оборудование и многое другое. Перемены впечатляют. Школы готовы к началу нового 2019-2020 учебного года. А вот эта школа номер 46. Идут последние штришки. И 30 августа я уверена, что данное образовательное учреждение будет принято тоже с оценкой отлично. Школа действительно сейчас стала яркой. Это, конечно, приведет к более высокому эмоциональному уровню учеников и, соответственно, более глубокому получению знаний. Вместе с депутатами городские власти проверили и 137-ю школу. Здесь тоже перемены к лучшему. Новый фасад, окна. Все для комфортной учебы. В базе школы функционируют много учреждений депутатного образования. И мы решили сделать первое, конечно, лицо школы. Фасад. А это школа номер 64. Здесь оборудовали новый пищеблок. Современная вытяжка, посудомоечная машина, освещение. Рядом со школой новая спортплощадка. Там теперь дети смогут заниматься физкультурой на открытом воздухе. Охват питанием, горячим питанием, приготовленным на современном оборудовании, будет значительно больше. Здоровое питание для детей – это, естественно, залог здоровья. Наша задача, задача фракции «Единая Россия», чтобы мы комплексно подходили к реализации и национальных проектов, и государственной программы обеспечения наших образовательных учреждений, конечно, комфортными условиями для наших детей. Насколько самарские школы и детские сады соответствуют требованиям безопасности, уже успели проверить надзорные органы. С инспекцией побывали во всех заведениях, а их почти 400. А вот 162-ю школу ждет капитальный ремонт. В этом году без малого 200 миллионов рублей выделено было непосредственно бюджетом городского округа Самара на проведение текущего ремонта. Это на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. То есть увеличение идет финансирование. 1 сентября в школу города пойдут почти 123 тысячи детей. Что на 4 тысячи больше, чем в предыдущем. Для их комфортной учебы в самарских школах созданы все условия. Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Сегодня в России отмечают День национального флага. Триколор пришел в 1991 году на смену красного полотня еще с серпом и молотом. Белый цвет означает благородство и откровенность, синий – верность и честность, а красный – мужество, смелость и любовь. В честь этого дня в Самаре сегодня проходит масштабная акция. В ней принимает участие более 250 волонтеров и зрителей. Торжества сейчас проходят на второй очереди набережной. Там разворачивают полотнище длиной в 1 километром и весом 450 килограммов. Наш корреспондент находится на месте событий. Его репортаж мы покажем в следующих выпусках. И сегодня же на набережной проходили мастер-классы, где можно было изготовить изделия с символикой флага, принять участие в конкурсах с аниматорами и увидеть выступление уличного театра. А днем волонтеры раздавали всем желающим ленты «Триколор». Суть акции заключается в том, чтобы напомнить важность государственного флага, потому что это символ России, символ единства нашего. И каждый должен помнить эту дату, 22 августа. Раздаем всем людям, все люди счастливы, все улыбаются, у всех сразу поднимается настроение. Нас просят иногда рассказать какие-то подробности. И мы с радостью помогаем. Мы знали, что летом в августе есть день из флага Российской Федерации, поэтому пришли поучаствовать тоже, поддержать. Как вы думаете, что это день и значит для России? Это просто день как тоже национального единства нашего, потому что мы должны быть все вместе, флаг должен нас всех объединять. В общенациональный праздник, день российского флага, губернатор Самарской области вручил паспорта 14-летним подросткам, которые уже успели заявить о себе в образовательной, спортивной и общественной деятельности. Церемония по традиции прошла в торжественном обстановке в зале правительства Самарской области. Подробности у Елены Малюциной. 14-летняя Анастасия Шеремет многократная участница Международной олимпиады по основам наук, по русскому языку и обществознанию. Этот день для нее и еще для восьми подростков особенный. Эти ребята получили свой главный документ не в МФЦ, а в правительстве Самарской области из рук губернатора. Сегодня утром я готовилась, так как это для меня очень важное мероприятие. Такое бывает только раз в жизни, и я очень рада. Конечно, это знаменательное событие у наших детей сегодня. Получение такого важного документа. Это шаг во взрослую жизнь, первый маленький шаг. Очень приятно, что мы здесь сегодня находимся. О том, насколько этот день особенный, ребятам напомнил губернатор Самарской области. На мой взгляд, это очень важно и знаменательно, что паспорт вы получаете в день государственного праздника, день флага Российской Федерации. Невозможно любить то, что ты не знаешь. А вот чем больше ты узнаешь, тем больше, конечно, ты влюбляешься и в историю нашей страны, а значит, и в нашу великую родину России, и Самарскую землю. Вот именно для этого мы с 1 сентября текущего года вводим новый предмет «История Самарской области», который будет во всех школах. Каждый из этих ребят уже успел заявить о себе в образовательной, спортивной и общественной деятельности. На торжественную церемонию дети пришли в сопровождении мам и пап, а некоторые с младшими братьями и сестрами. Кто волнуется больше, сказать сложно. Очень волнительно и одновременно очень приятно, потому что ты не просто получаешь где-то паспорт, а именно у губернатора. Это очень приятно, что мы оказались в числе избранных, что нам в какой-то степени, может быть, повезло. Это не просто какой-то документ, это какой-то знак, что я уже взрослый, я отвечаю за свои действия, и это безумно приятно. Что значит быть гражданином своей страны, каждый из этих девчонок и мальчишек решит для себя сам. Но уже сегодня у большинства амбициозные планы. Елена Малютина, Константин Головин, События. Чтобы снизить подростковую преступность, в Самаре планируют развивать институт наставничества. Хороший пример людей, достигших успеха в различных сферах жизни, может положительно повлиять на молодежь, уверены участники городской комиссии по делам несовершеннолетних. Какова сейчас ситуация с подростковой преступностью в городе, выяснила Лариса Шалафаст. Подростковая преступность в Самаре растет. По данным полиции, с начала года молодые люди совершили 137 преступлений, что на 24% больше, чем в прошлом году. В основном это кражи. Участились случаи сразу в пяти районах города. Также подростки все чаще попадают в неблагополучные компании, где их используют в качестве закладчиков наркотиков. Наблюдается значительный рост преступлений данной категории на территории нашего района. За истекший период было совершено 15 преступлений. В основном эти преступления – это сбыт наркотических веществ, это, как говорится, закладки. С начала года на профилактический учет в Самаре поставили больше 500 подростков. Городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки постоянно ведется работу с неблагополучными семьями и оказывает необходимую помощь. В отделах опеки состоит 79 семей, находящихся в социальном опасном положении, с которым работа строится более плотно, и 414 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 668 детей, с которыми на 95% работают комплексные центры. Чтобы снизить преступность среди молодежи, в школах регулярно проводятся профилактические беседы, лекции, спортивные соревнования. Но этих мер недостаточно, уверены участники городской комиссии по делам несовершеннолетних. В Самаре планируют развивать институт наставничества. Опытом готов поделиться Татарстан, где более трех тысяч авторитетных и успешных взрослых подают хороший пример школьникам. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Диалог власти и бизнеса губернатор Дмитрий Азаров обсудил с промышленниками и предпринимателями ключевые проблемы. За беседой следил наш корреспондент. Союз работодателей Самарской области обсудил итоги деятельности и выбрал нового президента. Им стал Николай Игнатьев. Он является главой одной из крупнейших частных групп компании региона. Но если вы оказали мне доверие, постараюсь оправдать, постараюсь придать динамики тем направлениям, которые уже у нас заложены. Будем работать вместе. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что сейчас в области реализуются национальные проекты. Они в первую очередь ориентированы на опережающее развитие региона, экономическое и социальное. Дмитрий Азаров подчеркнул, что успех нацпроектов во многом зависит от поддержки промышленников и их отраслевых союзов. Также глава области обсудил с членами союза наиболее актуальные вопросы, в частности кадровые. Я удовлетворен совместной работой с союзом работодателей. Важно, что такая площадка есть, в том числе на которых мы действительно можем выявить очень острые для, в первую очередь, производственников вопросы. Союз работодателей Самарской области – крупнейшее объединение промышленников, предпринимателей и организаций области. В него входят 174 предприятия, на которых трудится более 250 тысяч сотрудников. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Григорий Пешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. Робот Федор покорит земную орбиту. Сегодня утром с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1а». Космический корабль доставит на МКС оборудование, снабжение, посылки для экипажа и впервые робота российской разработки по имени Федор. Ему предстоит пройти испытания в условиях орбиты Земли. Кроме того, антропоморфный дрон должен выполнять опасную для человека работу в открытом космосе. Запуск носителя обеспечили серийные двигатели, производство ПАО «Кузнецов». Они были установлены на первой и второй ступенях ракеты, рассказали представители самарского предприятия. Запуск пилотированного корабля на ракете «Союз-2.1а», сконструированной в Самаре, осуществляется впервые. Раньше эту работу выполняла ракета прошлого поколения «Союз-ФГ». Человек в костюме Зайца держит в страхе микрофинансовой организации области. Он совершил два дерзких налета в один день. В обоих случаях на грабителе был синий костюм Зайца и маска песочного цвета. Так, первой кредитной организацией, которую ограбил Заяц, оказался финансовый компас. Сотрудники отдали грабителю все деньги, что были в кассе – 2600 рублей. По всей видимости, сумма преступника не устроила, и в тот же день он совершил налет на еще одну микрофинансовую организацию. Это ограбление оказалось провальным. Из офиса грабитель ушел с пустыми руками. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело. В ноябре в Самаре повысится взнос на капитальный ремонт. Минимальный размер взноса составит 7 рублей 51 копейку с одного квадратного метра. В 2019 году в планах фонда капремонта Самарской области отремонтировалось свыше 1200 домов. При этом фонд испытывает дефицит средств. Вместо необходимых 5,5 миллиардов есть только 3,5 миллиарда рублей. Как говорит в РИО руководитель Александр Константинов, дефицит образовался из-за масштабных работ при подготовке к Чемпионату мира 2018 по футболу и проведении реставрации памятников культуры. 19 сентября самарский филиал Третьяковской галереи представит свою первую большую выставку на площадке галереи «Виктория». На ней будет продемонстрирован жанр гиперреализма. Экспозиция будет состоять из работ советских художников периода 60-90-х годов прошлого века из коллекции Государственной Третьяковской галереи. В 2015-м проект уже презентовали в Москве. В Самаре покажут его сокращенную версию. Третьяковская галерея уже представляла летом в Самаре на Волгофесте свою площадку и проект художников Кабаковых «Корабль толерантности». Пошла жара. В ближайшие дни синоптики ожидают среднюю температуру воздуха на 2,5 градуса Цельсия выше нормы. Уже сегодня, в четверг, температура воздуха днем в Самарской области составит 29 градусов по Цельсию. Будет малооблачно. А на выходных станет еще жарче. Дневная температура воздуха поднимется выше 31 градуса по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится лишь до 20. Такие условия будут способствовать распространению высокой пожарной опасности на большую часть территории Самарской области. Самарцев просят воздержаться от разведения костров на природе. Колыбель Самара. На том месте, откуда начинался город, археологи находят уникальные артефакты, которые, обещая стать сенсацией, возможно, перепишут историю. Там, где идет сейчас стройка Фрунзенского моста, находят монеты, нательные кресты, орудия труда, фрагменты керамики, стеклянные и фарфоровые посуды. Какие тайны скрывает Хлебная площадь, теперь знает Елена Малютина. На этом месте в 18 веке размещалась южная часть крепости Старая Самара. После того, как она потеряла свои защитные функции, ее демонтировали. А место засыпали мусором и навозом. Во время строительства Фрунзенского моста здесь были найдены старинные предметы. За возможность работать здесь боролись лучшие археологи страны. В итоге торги выиграли москвичи, и сейчас они уже приступили к работе. По мнению специалистов, находка обещает стать сенсационной. Это 18 век, оттуда происходят самые древние, самые старые находки. Более верхние слои, они более темные, серые, черные – это слои 19 века. Фундамент здания, по мнению археологов, датируется 19 веком. Его еще предстоит исследовать, обработать, извлечь артефакты. По предварительной версии историков, это остатки торговой точки на рыночной площади. Почему мы говорим, что это не ранее конца 19 века сооружение, и оно, соответственно, не связано с Самарской крепостью? Потому что оно находится как раз на тех темных слоях засыпки оврага. 2200 квадратных метров попало в зону. 1500 метров – это раскопки, и 700 метров – это наблюдения. Были получены в Москве Министерскую культуру открытые листы на право проведения таких работ. Монеты, нательные кресты, орудия труда, фрагменты керамики, стеклянной и фарфоровой посуды. В общей сложности археологи уже извлекли не менее 25 тысяч находок. Самая древняя из них – монета эпохи Петра, примерно 1714 года. Некоторые монеты практически не считаются, но по форме, по весу мы можем определить, к какому времени они относятся. Ежедневно на этом участке трудится около 45 человек. Глубина раскопа достигает 6 метров. После того, как здесь закончат все археологические работы, находки сдадут в музей. А затем продолжат строительство развязки Фрунзенского моста. Мы проводим охранно-спасательные работы непосредственно в зоне строительства. По итогам археологи подготовят научный отчет. Его отправят не только в местные органы охраны памятников и архитектуры, но и в Москву, в Институт археологии. Работы должны завершить к 1 сентября. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Увековечить память Виктора Цоя и ударить рублем по заводскому шоссе, городские власти обсудили возможность установки новых арт-объектов. Где могут появиться необычные достопримечательности, знает наш корреспондент Анатолий Головко. Золотой рубль с подсветкой на педестале, как безграничный полет фантазии авторов. Главный символ русской валюты может появиться напротив гостиницы на заводском шоссе 101. Подобная инициатива вызвала массу вопросов у экспертов и породила жаркую дискуссию. Я просто не понимаю необходимости установки непонятного мне в очередной раз объясню из знака и его непонятной связи с этим местом. Для меня это место всегда было и есть и будет символом авиационного Куйбышева. Члены комиссии предложили авторам доработать художественный образ культурной композиции и найти изюминку, которая могла бы олицетворять богатство России. Эксперты привели в пример нью-йоркского быка на Уолл-стрит, символизирующего всю мощь американского бизнеса. Кроме того, было немало вопросов по выбору конкретного места для размещения рубля. Мы то место, где была установка, мы изменили. Мы сместили адрес тот же, но мы сместили, выбрали лучший формат посадки, где можно подойти, оставить машину, сделать благоустройство. Неоднозначно восприняли и предложение по установке памятника последнему герою русского рока Виктору Робертовичу Цою. Инициаторы хотят разместить скульптурно частную территорию у гостиницы на Самарской 110 за счет средств инвесторов. Если серьезно, по поводу Цоя, есть место его единственного концерта в 87-м году. Если уж инициаторы действительно хотят установить, почему бы нет? Можно это, насколько я помню, на Новокзальной. Не остались без внимания мемориальные доски. Одна из них может появиться на фасаде здания по Молдогвардейской 128. В 1941-1943 годах здесь находилось посольство Царства Болгарии в СССР. Также инициаторы предложили увековечить память директора Куйбышевского филиала Всесоюзного института инженеров железнодорожного транспорта Николая Сосевича на первом безымянском переулке 18. В конце дискуссии эксперты обсудили макеты памятников Павлу Мочелову на металлурге и Дмитрию Шостаковичу в сквере на площади Куйбышева. Для последнего уже возвели постамент Анатолий Головко, Василий Калдашов. События. Увидеть выступление европейских и российских исполнителей на большом экране филармонии. В Самаре показали трансляцию гала-концерта лауреатов масштабного проекта, в котором принимают участие скрипачи, виолончелисты, пианисты, оперные певцы международного конкурса имени Чуйковского. Сам конкурс проходил две недели в Москве и Санкт-Петербурге. Самарские зрители смогли услышать победителей Сергея Дагадина в номинации «Скрипка», Александра Кандрова из Франции, державшего победу в номинации «Фортепьяно». Насладиться виртуальным звучанием симфонического оркестра Мариинского театра. Наряду с филармонией в Самаре при поддержке нацпроекта «Культура» до конца года появится еще шесть виртуальных залов. Четыре будут построены за счет федерального бюджета и два за счет областного. Вы знаете, есть такой эффект сопричастности к культурному событию, когда ты не один дома или даже в кругу друзей это смотришь, а когда еще рядом с тобой такие же единомышленники, которых объединяет общая такая любовь к музыке, любовь к искусству. И есть такое вот вообще чувство сопричастности. Ну, естественно, конечно, стены концертного зала, намоленного, атмосферы концертного зала. То есть, когда ты приходишь на концерт, конечно, это дорогого стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok